Я объясню вам, что я буду делать. Я буду рассказывать вам, что я буду рассказывать. Хорошо, добрый вечер. Я буду работать вместе. Я дитичный медицинский. Тема сегодняшнего разговора диабет и холестерол. Проблема с диабетом то, что он не болит поначалу. Вы постепенно набираете вес. У вас постепенно появляется усталость. У вас постепенно опухают ноги. У вас постепенно поднимается давление. То есть, каждый раз вы слышите фибер, фибер, фибер. Почему фибер отличается? Он поднимается с холестеролом. Он поднимается с сахаром. Но если у вас есть целый сахар, который имеет сахар в него, то сахар будет слегка обслуживаться в вашей крови. У каждого глювода есть глоссинный индекс. Насколько он повышает сахар в крови. Чем выше он повышает сахар в крови, тем больше нужно инсулина. Поэтому ваша метаболизация у вас есть на низком уровне потому что люди спрашивают еды, 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 еды. Инсулина высокая, и у вас нет липолизации. Липолизация – это когда ваша тело сахар в крови. Поэтому люди с предиабетителем и диабетителем, если инсулина высокая, и они спрашивают еды, и они не едут ничего, то они не потеряют кровь. Потому что инсулин не позволяет давать леполизации. Когда инсулин у нас высоко, у нас организм находится в постоянном воспалительном состоянии. Когда организм постоянно воспаленный, он выделяет жиры, он просто начинает выбрасывать жиры, потому что организм чувствует это как стрессовое состояние. Я хотел спросить, а как получается черный хлеб? Это черное зерно или как? Не, не обязательно. Просто в зерне есть шелл. Есть шелл и хаск. Что получается? Этот шелл берут, вытаскивают, а в середине остается эндосперм. Эндосперм – это вот этот сахар. Это то, чем зерно питается, когда оно растет. Что получается? Они берут этот шелл, выкидывают, в шелле находится файбер, в шелле находится фэт, в шелле находятся все те нючинс, которые дают зерну расти. Мы начинаем с эндоспермом, и эндосперм – это сахар. Это то, чем зерно это белое. Таким образом, мы берем сахар, мы берем сахар. Таким сахар, сахар и сахар, и сахар, которые имеют огромное количество нутриентов, минералов, фибр, и мы их отправляем, потому что мы хотим зерно белое. Это атеросклерозис. Это когда много жиров, когда мы вот это все съедаем, вот это мы съедаем. Происходит вот это. Омега-3, Омега-6. Очень часто слышим Омега-3, Омега-6. Значит, это создает информацию. Воспалительные респансы в нашем организме. А быстро пробегусь по этому. Глютен-фри. Вы все слышали, да? Сейчас здесь мир просто скользится. Глютен-фри, фри, фри, фри. Они даже на мясе пишут глютен-фри. Мясе полумолчание, глютен не может быть, потому что глютен только находится в каком-тое. Вы не имеете в виду. Если вы еще какие-то вопросы, то, пожалуйста, помните. Спасибо. Спасибо.